Человеческий почерк — это прежде всего способ мышления и выражения индивидуальности. А написанные вручную тексты — не что иное, как запись духовных и умственных наклонностей человека. «Зачем мне фотография человека? Для меня гораздо важней клочок из писанной бумаги, ведь в нем выражается настроение, страх, боль, переживание», — говорил французский ученый-антрополог Тарт. В почерке находят выражение, образ мышления, степень открытости, механизмы защиты. Процесс написания текстов регулирует центральная нервная система. Поэтому в зависимости от эмоциональных факторов почерк может меняться каждый час, говорят опытные психологи. Наклон вправо говорит о том, что у человека преобладают эмоции в данной ситуации, когда у него наклон букв вправо, а когда влево наклон больше у букв, то наоборот разум преобладает над эмоцией. Людям с высокими интеллектуальными способностями опять-таки какой он деятельностью занимается. То есть если это человек, которому нужно много делать быстро, естественно, у него почерк будет размашистый, буквы будут скакать, потому что ему нужно много успеть. Говорят, что характерно для бизнесменов, например, для профессоров, то есть людей, занятых высокой интеллектуальной деятельностью, размашистый почерк с остроконечными вершинами. И хотя люди все реже пишут авторучками и больше тяготеют к печатанию посланий на компьютерной и телефонной клавиатуре, интерес к теме почерка не ослабевает. Приемы графологического анализа используют обычно сотрудники правоохранительных органов. Графология, в принципе, относится к проективным методикам определения характера по почерку. То есть она предполагает, что такое качество может быть у человека, но не может говорить о том, что это 100%. Бытует мнение, что в период повальной цифровизации людей с разборчивым почерком становится все меньше. Впрочем, есть и те, кто никогда не славился каллиграфическим письмом. Речь о врачах. Многие считают их почерк вообще нечитаемым. Если говорить за себя, мой почерк, он точно не идеальный. Это идет еще со школьных времен. Чем больше опыта у врача, тем больше он людей принял за свою трудовую деятельность. Почерк иногда, ну не то, что он стирается, иногда такие иерогливые получается, что практически невозможно их разобрать. К небрежному написанию, как говорят сами медики, ведет еще и переключение с латиницы на русский язык и обратно. Дело в том, что международные названия препаратов пишут на латинском. Латинский язык, ну грубо говоря, это второй язык в медицине. Ну это вообще первый язык в медицине. Вот для нас это второй язык основной все-таки русский. Вот поэтому здесь тоже дело опыта, дело практики. Самое интересное, что почерк друг друга медики понимают, а фармацевты и вовсе могут прочесть рецепт, едва заглянув в него. Этот феномен непонятен никому, кроме самих врачей. Впрочем, одного почерка мало, чтобы судить в целом о человеке. В дополнение, лучше обратить внимание на почерк его поступков. Юлиана Сотник, Алексей Николаев, специально для новостей.